Продолжение следует... Продолжение следует... Еще с 2013 года ситуация, мы видим, ухудшается, и по проекту Кедакт было выявлено, что, конечно же, наша страна, как и мы видим, в принципе, соседние страны являются самыми неблагоприятными, что является доказательством моих слов. Ну и, конечно же, поэтому нам необходимо прежде всего выявить идентификационные методы, которые позволят исследовать степень ускорения процесса. И поэтому прежде всего это идентифицирование процессов береговых и ландшафтов. В данном случае у меня это северо-восточный Каспий и северный Орал. Второе – это использование дистанционных и ГИС-методов по выявлению геокологических процессов. Ну и, конечно же, некоторые из предложений по международному сотрудничеству. В своё время учёный Берт сказал, что море – это как чувствительный барометр, который отражает изменения климата. И возьмём мы береговую зону Каспия, Орала, и мы выявим, что действительно динамика, она колоссальная. И занимается, мы поймём, что вот тут маленький город, это Рау, то есть это зона прибрежная, потому что здесь были периодические колебания. И вот когда мы сегодня задумываемся, уменьшение Орала – это проблема, и насколько она будет нарастать, да, угрожающее такое звучание, потому что если мы с вами сравним уже за тысячелетний период, потому что любые водно-экологические, климатические, гидрологические исследования несерьёзно исследовать за период 10 и даже 30 лет, нам надо смотреть от минимума более 30-ти, 100-летний период и так далее. И выявлять причины колебания. И вот здесь необходимо отметить, что вообще вся Атарабская область – это зона побережья Каспийского моря. Каспий всегда колебался, он то увеличился, то уменьшался. То есть буквально вся эта зона – это зона колебания Каспия. И идея была следующая. А если мы посмотрим на рельеф и выделим так называемые высотно-ландшафтные ярусы, и вот мы выявляем, что это действительно вот она зона побережья, а то, что мы видим колебания – это вот явный сгон-нагонное явление или одна из стадий изменения уровня. И, безусловно, если мы посмотрим и на Аральское море, то мы видим колебания, они происходили. В какое-то время Аральское море вообще исчезало. Сейчас об этом говорят нам останки некоторых археологических объектов на дне Каспия. Так следовательно, что в причинах колебания не только климатический фактор, но и геологический фактор. И, безусловно, те процессы, которые мы с вами выявляем, интенсификация их зависит как раз от высотно-ландшафтной ярусности. И все предложения, которые мы предлагаем, в том числе и по посадке деревьев, саженцев, это тоже касается именно высотно-ландшафтной ярусности, от неё же и зависит уровень залегания грунтовых вод. А если копнуть ещё глубже, то выясняется, что если мы сравним с вами, допустим, с солнечной активностью, которая имеет 11-летний, 22-летний цикл, в своё время ещё Чижевский выявлял, и сравним колебания уровня Аральского, Каспийского, озера Балхаш, возьмём озеро Чад, возьмём аридную зону. Что мы выявим? О том, что действительно колебания уровня озёр идёт в динамику с солнечной активностью. И, следовательно, это даёт нам возможность прогнозировать и выявлять основные последствия. Второй момент. Что особенности нашей Земли в зависимости от North Atlantic Oscillation, такого коэффициента, который влияет на движение, траектория циклонов и антициклонов. И мы с вами знаем, что наша часть азиатская зависит от западного переноса. Азорский максимум приносит осадки. А всегда ли он движется в одном направлении? Оказывается, нет. Он имеет северную, среднюю и южную траекторию. А на него как раз и влияет этот коэффициент North Atlantic Oscillation. И если мы с вами сравним эти два графика, то мы видим, как меняется коэффициент на ООО, и, следовательно, меняется уровень Каспия. Поэтому если мы с вами сравним колебания уровня Каспия, Арала и Балхаша, то можно выяснить, что действительно наблюдаются асинхронные колебания. Тогда, когда траектория Азорского максимума получает северное направление, то в это время получают осадки гумидная зона, то есть там, где берет начало река Волга, которая приносит 80% стока Каспии, и в том числе и Урал, средней части Уральских гор. А в то время, когда средняя траектория, то осадки получает и Амурдария, и Сырдия, и Илья. В это время колебания уровней озер становятся одинаковыми. Повышение или понижение. Вот об этом и говорит данный график синхронных и асинхронных колебаний, и которые, безусловно, совпадают с траекторией солнечной активности. И вот он же этот график, когда мы видим среднее, южное и северное положение Азорского максимума, который приносит осадки. Поэтому, безусловно, но как же мы можем выявлять? Безусловно, циклональная деятельность. А второй интересный фактор, что это индикаторы могут стать геокологические процессы. Та же динамика растительного покрова, засоления, которые легко сейчас выявить через дистанционные методы. Допустим, такие индексы, как NDVI, NDWI, NDCI, в том числе и засоления, которые также нам об этом говорят. Ну и также с помощью дистанционных методов можно выявить степень и типы засоления, потому что засоление – это процесс, его надо изучать. То есть просто наличие соли – это не означает засоление. А вот когда идет динамика, тогда мы видим степень засоления. И разные виды засоленных почв нам об этом твердят. Какая сейчас наблюдается фаза? В том числе и водноэрозионные процессы, которые также лежат в основе многих проектов. Поэтому они нам тоже о многом говорят. И вот если мы получим карту геокологических процессов побережья Каспийского моря, которую я выполнила в рамках своей диссертационной работы, то, безусловно, вывод какой? На побережье Каспия, как и на Орала, преимуществом являются те процессы. То есть это солевая дефляция и, конечно же, песчаная дефляция. И тут важный фактор появился. Интересно. А процессы между собой связаны? Связаны. Это называется синергетический эффект процессов. То есть не настолько страшно засоление и отдельно песчаная дефляция, насколько страшно солевая дефляция. То есть вот если мы даже посмотрим на Аральское море, то солевая дефляция доходит практически на 200 километров. Это то же самое, что если Астана у нас — это солончак, то солик будет доходить до самой Караганды. Вот такое последствие. И это синергетический эффект с полевой дефляцией как раз-то, песчаной. И как мы наблюдаем, что, безусловно, процессы, они как раз-то лежат в основе высотно-ландшафтной ярусности. Конечно, безусловно, отсюда мы делаем следующие выводы. Что нам нужно? Нам недостаточно изучать какой-то отдельный участок. Он может стать примером. Необходимо создание атласа Каспийского региона всех пяти прикаспийских государств. Создание институциональной основы. Такую основу заложил географический факультет МГО, но достаточно в мелком масштабе. Нам необходимо объединиться и составить атлас Каспийского региона в среднем и крупных масштабах, что позволит нам более точно выявлять причины и последствия, а также прогноз колебания уровня Каспийского моря. Безусловным является эта ихтиофауна, в том числе самые эндемичные виды, а также на сегодняшний день до сих пор стоит вопрос гибели многих тюленей Каспийского. И, безусловно, не совсем является одна причина, мы говорим, нефтегазовое влияние. Это по большей части возможно также и с гидроклиматическими условиями, потому что мы с вами знаем, что кислород лучше растворяется в холодной воде. А что происходит, когда увеличивается средняя температура Каспийского акватория? И какие последствия, какие эпидемии могут вызвать, спровоцировать? Поэтому, безусловно, составление Атласа и изучение основных зон миграции Осетра и Каспийского моря — это проекты, которые нужно делать совместно, совместно со всеми прикаспийскими государствами. Ну и, конечно, мы с вами знаем, что ценнейшие земли водно-болотные угодья находятся на территории Казахстана. И также многие объекты, которые ещё не вошли, и необходимо внести. И очень важно выявить, что все эти зоны, они с тобой связаны именно с трансграничным вопросом. Об этом говорит и Боннская конвенция, которая именно задевает вопрос о сохранении территории, миграции животных и птиц. И сейчас необходимо именно вести такой трансграничный проект по сохранению, потому что водно-болотные угодья — это, допустим, дельта реки, Илея, Урала и так далее. Но вода-то поступает у нас с рек, подземные воды, поэтому нам необходимо вести трансграничные переговоры и проекты. Это как отдельная работа. Ну и, конечно же, тогда назревает вопрос о необходимости составления трансграничного атласа Казахстана со всеми соседями, который будет, конечно же, иметь мультипликативный эффект. Безусловно, когда мы задаемся вопросом, а не ожидает ли судьба Балхаша Аральского моря? Ответ — возможно, конечно же, потому что сейчас мы видим, как Балхаш также милеет, и, конечно же, основной сток реки Илея необходимо поддерживать, вести трансграничные переговоры. И самое ценнейшее, то, что мы говорили о предыдущем проекте, в том числе и про реинтродукцию, тигра и так далее, проект будет благополучен в условиях именно водной стабильности, потому что иначе не будет воды, идёт причинно-следственная связь. Уменьшается количество тугайных лесов, меньше тугайных лесов, кормовая база не поддерживается, база не поддерживается, и, следовательно, весь процесс нарушается. Поэтому номер один вопрос — это как раз-то поддержание водно-экологических задач в этом регионе. Ну и, конечно же, по регулированию реки Илея, и Сырдарьи, Амурдарьи, как мы с вами понимаем, в том числе и реки Урал Сальсийской Федерации. Поэтому это сейчас номер один вопрос, который необходимо поддерживать. Ну и, возможно, это только тогда, когда мы с вами видим, как на ладони, все эти динамики процесса. Необходимо выходить на новый уровень — это составление цифрового атласа, именно интерактивного атласа, где будут доступны данные для моделирования, для гидромоделирования. На самом деле, на сегодня уже существуют атласы и гидрологические атласы мира. Можно скачать готовые шейп-файлы, правда, еще пока в среднем и мелком масштабе, но, тем не менее, они есть, мы можем уже пользоваться ими. Но для того, чтобы проводить гидрометеорологические исследования, необходимы доступные данные. И, безусловно, поэтому сейчас один из приоритетных шагов — это создать общими усилиями, когда исследователи из Назарбаев университета, из других университетов Казахстана, сопредельных государств смогут вкладывать свои данные, свои исследования, делиться данными, и на основе которых мы будем делать следующие шаги. Поэтому на основе, возможно, как раз-то Азиатской географической ассоциации, где тоже создан сайт, необходимо вывести предложение по как раз-то гидроэкологическому атласу азиатского региона, так и потом присоединяясь ко всему миру, чтобы выделить глобальные прогнозы. Ну и, конечно же, это оценка экологического каркаса. Мы сегодня говорим, что самая главная цель сейчас, одна из выходов, это именно создание, посадка деревьев. И несколько раз были вопросы, а где сажать деревья, и сможем ли мы высадить планируемые. Конечно же, необходимо провести оценку экологического каркаса, который подразумевает себе именно и оценку климатических, гидрологических, ландшафтных, с одной стороны, социально-экономических, с другой стороны, и, конечно же, геополитических вопросов. Поэтому, безусловно, нам необходима база есть. Был создан ранее атлас солнечной энергии, множество проектов провели как раз-то и фонд по спасению орала, и про ООН, и так далее. То есть множество уже есть данных, которые станут в основе экологического каркаса. Только после оценки. Почему? Потому что цель не просто посадить огромное количество деревьев. Цель одновременно приостановить процессы. И мы видели, что сейчас усиливаются песчаные бури и так далее, многие неблагоприятные явления. Как же их приостановить? Приостановить с помощью посадки. Следовательно, нужно посадить деревья там, где они смогут прижиться, и они смогут приостановить неблагоприятные геокологические процессы. Поэтому это один из приоритетных проектов. В ближайшем будущем необходимо провести, которые бы помогли более плодотворно в будущем решать эту проблему. Поэтому, безусловно, одна из приоритетных задач сейчас, для того, чтобы завтра проводить и экологические каркасы, оценку на уровне даже студенческих и магистерских работ и диссертаций, нам необходимо иметь вот такой цифровой интерактивный атлас, который будет доступен каждому учёному. И тогда мы сможем действительно совместными усилиями прийти к этому устойчивому развитию Казахстана, Центральной Азии и всего мира. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!